Эссей «Надежда Мандельштам» написано Иосифом Бродским в 1981 году. Из 81 года своей жизни Надежда Мандельштам 19 лет была женой величайшего русского поэта нашего времени, Осипа Мандельштама, и 42 года его вдовой. Остальное пришлось на детство и юность. В интеллигентных кругах, особенно литературных, быть вдовой великого человека – это почти профессия. В России, где в 30-е и 40-е годы государство производило писательских вдов в таких количествах, что в середине 50-х из них можно было создать профсоюз. Надя – самая счастливая из вдов. Говоря это, Анна Ахматова имела в виду то всеобщее признание, которое пришло к Мандельштаму об эту пору. Самое замечание относилось, естественно, в первую очередь к судьбе самого поэта – собрата по перу. Но при всей его справедливости оно свидетельствует о взгляде извне. К тому времени, когда вышеупомянутое признание стало нарастать, Надежда Яковлевна Мандельштам была уже на седьмом десятке весьма шаткого здоровья, почти без средств. К тому же признание это, даже будучи всеобщим, все же не распространялось на «одну шестую земного шара», на самую Россию. За спиной у Надежды Яковлевны уже были два десятка лет вдовства, крайних лишений, великой, списывающей все личные утраты войны и ежедневного страха быть схваченной сотрудниками госбезопасности, как жена врага народа. За исключением разве что смерти, все остальное после этого могло означать передышку. Впервые встретился с ней именно тогда, зимой 1962 года, в Обскове, куда с приятелями отправился взглянуть на тамошние церкви, прекраснейший, должен сказать, во всей империи. Прослышав о нашем намерении поехать во Псков, Анна Андреевна Ахматова посоветовала нам навестить Надежду Мандельштам, которая преподавала английский в местном пединституте и попросила передать ей несколько книг. Тогда впервые услышал это имя, прежде не догадывался о ее существовании. Жила она в двухкомнатной коммунальной квартире. Одну комнату занимала квартуполномоченная, чья фамилия, по иронии судьбы, была не Цветаева, а другую Надежда Яковлевна Мандельштам. Комната была размером со среднюю американскую ванную, 8 квадратных метров. Большую часть площади занимали железная полуторная кровать, еще там были два венских стула, комод с небольшим зеркалом и тумбочка, служившая также и столом. На ней находились тарелки с остатками ужина, рядом английская книжка с бумажной обложки «Еж и лисица» Исаия Берлина. Присутствие этой красной книжки в коморке и самый факт, что она не была спрятана под подушку, когда в дверь позвонили, как раз и означало, что передышка началась. Как выяснилось, книгу эту также прислала Ахматова. В течение полувека, оставаясь ближайшим другом Мандельштама, сначала обоих, потом уже одной надеждой, Сама, дважды вдова, первый муж, поэт Николай Гумилев, был расстрелян ЧК, то есть КГБ. В девичестве второй искусствовед Николай Пунин умер в концлагере, принадлежавшем той же организации. Ахматова всеми возможными средствами помогала Надежде Яковлевне Мандельштам, а во время войны буквально спасла ее, контрабандой вытащив в Ташкент, куда была эвакуирована часть Союза писателей, и где она делила с ней свой паек. Даже при том, что два ее мужа были уничтожены государством, сын томился в лагерях общей сложностью своей 18 лет, если мне не изменяет память. Ахматова все же была в несколько лучшем положении, чем Надежда Яковлевна, хотя бы потому, что ее, хоть и скрепя сердце, но признавали писательницы и позволили проживание в Ленинграде или в Москве. Для жены врага народа большие города были закрыты. Десятилетиями эта женщина находилась в бегах, петляя по захолустным городишкам Великой Империи, устраиваясь на новом месте лишь для того, чтобы вновь сняться при первом же сигнале опасности. Статус несуществующей личности постепенно стал ее второй натурой. Она была небольшого роста, худая. С годами она усыхала и съеживалась больше и больше, словно в попытке превратить себя в нечто невесомое, что можно быстренько сложить и сунуть в карман в случае бегства. Также не имела она совершенно никакого имущества, ни мебели, ни произведений искусства, ни библиотеки. Книги, даже заграничные, никогда не задерживались у нее долго. Прочитав или просмотрев, она тут же отдавала их кому-нибудь, как, собственно, и следует поступать с книгами. В годы ее нынешнего благополучия, в конце 60-х, начале 70-х, в ее однокомнатной квартире на окраине Москвы самым драгоценным предметом были часы с кукушкой на кухонной стене. В арабы здесь настигло разочарование, как, впрочем, и тех, кто мог явиться с ордером на обыск. В те, в кавычках, благополучные годы, последовавшие за публикацией на Западе двух томов ее воспоминаний, эта кухня стала поистине местом паломничества. Почти каждый вечер, лучший из того, что выжило или появилось после сталинский период, собиралась вокруг длинного деревянного стола раз в десять побольше, чем псковская тумбочка. Могло показаться, что она стремится наверстать десятилетия отверженности. Впрочем, сомневаюсь, что она этого хотела. И как-то лучше помню ее в псковской комнатушке или примастившейся на краю дивана в ленинградской квартире. В ленинградской квартире Ахматовой, с которой она иногда украдкой наезжала из Пскова или возникающей из глубины коридора у Шкловских в Москве. Так она ютилась, пока не обзавелась собственным жильем. Вероятно, помню это весне, еще и потому, что там она была больше в своей стихии. отщепенка, беженка, в кавычках, нищенка-подруга, как назвал ее в одном стихотворении Мандельштам, и чем она в сущности и осталась до конца жизни. Есть нечто ошеломляющее в мысли о том, что она сочинила оба свои тома шестидесяти лет от роду. В семье Мандельштама писателем был Осип, а не она. Если она и сочиняла что-нибудь до этих двух томов, то это были письма друзьям или заявления Верховный суд. Не приложим к ней и традиционный образ мемуариста на полное на покое обозревающего долгую, богатую событиями жизни. Ибо ее 65 лет были не вполне обычны. Недаром в советской карательной системе есть параграф, предписывающий в лагерях определенного режима зачитывать один год за три. Поэтому счету немало русских в этом столетии сравнимы с библейскими патриархами, с коими у Мандельштам было еще кое-что общее потребность в справедливости. Однако не одна лишь страсть к правосудию заставила ее шестидесятилетню в момент передышки засесть записание этих книг. Эти книги появились на свет потому, что в жизни Надежды Мандельштам повторилось то, что уже произошло однажды в истории русской литературы. Имея в виду возникновение великой русской прозы второй половины XIX века, эта проза, возникшая словно бы ниоткуда, как некое следствие, причину которого невозможно установить, на самом деле была просто-напросто отпочкованием от русской XIX века поэзии. Поэзия задала тон всей последовавшей русской литературе. И лучшее в русской прозе можно рассматривать как отдаленное эхо, как тщательную разработку психологических лексических тонкостей, явленных русской поэзией в первой четверти того же столетия. Большинство персонажей Достоевского, говорила Ахматова, это постаревшие пушкинские герои, Онегины и так далее. Поэзия и вообще всегда предшествует прозе. Во многих отношениях это можно сказать и о жизни Надежды Яковлевой. Как человек, как писатель, она была следствием порождениям двух поэтов, с которыми ее жизнь была связана неразрывно Мандельштама и Ахматова. И не только потому, что первый был ее мужем, а вторая другом всей ее жизни. В конце концов, за 42 года вдовства могут поблекнуть и счастливейшие воспоминания, а в случае этого брака таковых было далеко немного, хотя бы потому, что годы совместной жизни пришлись на период разрухи, вызванной войной, революцией первыми пятилетками. Сходным образом было, что она не видела с Ахматовой годами, а писем уж никак нельзя было доверять. Бумага вообще была опасна. Механизмом, скрепившим узы этого брака, равно как и узы этой дружбы, была необходимость запоминать и удерживать в памяти то, что нельзя доверить бумаге, то есть стихи обоих поэтов. Подобные занятия в ту, по слову Ахматовой в кавычках «догутенбергскую» эпоху, Надежда Яковлевна безусловно не была одинока. Тем не менее, повторение днем и ночью строк покойного мужа несомненно приводило не только ко все большему проникновению в мир, но и воскрешению самого его ее голоса, его голоса, интонации, свойственных только ему одному к ощущению пусть мимолетному его присутствия и пониманию, что он исполнил обещание по тому самому договору в кавычках радости и горе. Комментарий «Часть формулы произносимы при бракосочетании в англоязычных странах». Радости и горе. Конец комментария. Особенно во второй половине тоже происходило и со стихами физически часто отсутствовавшие Ахматовой, ибо механизм запоминания будучи раз запущен, уже не может остановиться. Тоже происходило и с некоторыми другими авторами, и с некоторыми идеями, и с некоторыми этическими принципами. Словом, совсем, что не смогло бы уцелеть иначе. Все это мало-помалу вросло в нее, потому что если любовь и можно чем-то заменить, то только памятью. Запоминать значит восстанавливать близость. Мало-помалу строки этих поэтов стали ее сознанием, ее личностью. Они давали ей не только перспективу, не только угол зрения. Важнее то, что они стали для нее лингвистической нормой. так что когда она засела за свои книги, она уже была обречена на соизмерение. Уже бессознательное, инстинктивное к тому времени своих слов с их словами, ясность и безжалостность ее письма, которая отражает характерные черты ее интеллекта, есть также неизбежное стилистическое следствие поэзии, сформировавшей этот интеллект и по содержанию, и по стилю ее книги, суть лишь по скрипту выше форме языка, который, собственно говоря, является поэзией и которая стала ее плотью благодаря заучиванию наизусть муженных строк. Если перефразировать у Ха Одена, великая поэзия в кавычках ушибла ее в прозу, именно так, поскольку наследие этих двух поэтов могло быть разработано только в прозе. В поэзии оно могло стать достоянием лишь эпигонов, что и произошло. Другими словами, проза Надежды Яковлевны Мандельштамм для самого языка оказалась единственной средой, где он мог избегнуть застоя. Точно так же эта проза оказалась единственной подходящей средой, в которой могла бы удержаться сама душа языка, как им пользовались эти два поэта. Таким образом, ее книги являются не столько мемуарами и комментариями к биографиям двух великих поэтов, и как непревосходны они в этом качестве, эти книги растолковали сознание русского народа, по крайней мере, той его части, которой удавалось раздобыть экземпляр. Нечего удивляться в таком случае, что это растолкование оборачивается осуждением режима. Эти два тома Надежды Яковлевны Мандельштам действительно могут быть приравнены к судному дню на земле для ее века и для литературы ее века. Тем более ужасного, что именно этот век провозгласил строительство на земле рая. Еще менее удивительно, что эти воспоминания, особенно второй том, вызвали негодование по обеим сторонам Кремлевской стены. Должен сказать, что реакция властей была честнее, чем реакция интеллигенции. Власти просто объявили хранение этих книг преступлением против закона. В интеллигентских же кругах, особенно в Москве, поднялся страшный шум по поводу выдвинутых Надеждой Яковлевной обвинений против выдающихся и не столь выдающихся представителей этих кругов в фактическом пособничестве режима. Людской прибой на ее кухне существенно попритих. Были открытые и полуоткрытые письма, исполненные негодование, решение не подавать руки, дружбы и браки рушились по поводу права она была или не права, объявляя того или иного типа стукачом. Выдающийся диссидент заявлял потрясая бородой цитата «Она обосрала все наше поколение». Конец цитаты. Иные кинулись по дачам, заперлись там, чтобы срочно отстучать собственные антивоспоминания. Уже начинались 70-е годы, пройдет лет 6 и среди тех же людей произойдет похожий раскол по поводу отношения Солженицына к евреям. Есть нечто в сознании литератора, что делает саму идею о чем-то моральном авторитете неприемлемой. Литератор охотно примирится с существованием генсека или фюрера, но непременно усомниться в существовании пророка. Дело вероятно в том, что легче переварить утверждение «ты раб», чем с точки зрения морали «ты ноль». Как говорится, лежачего не бьют. Однако пророк дает пинка лежачему не с намерением его прикончить, а чтобы заставить его подняться на ноги. Пинкам этим сопротивляются, утверждения и обвинения ставятся под сомнение и не для того, чтобы установить истину. Но из-за присущего рабу интеллектуального самодовольства. Еще хуже для литератора, когда дело идет об авторитете не только моральном, но и культурном, как это было с Надеждой Яковлевной Мандельштам. Я рискнул найти еще чуть-чуть, пойти еще чуть-чуть дальше. Действительность обретает смысл и значение только посредством восприятия. Восприятие вот что делает действительность значимой. И есть иерархии восприятия и, соответственно, значимости, увенчанное восприятиями, добываемыми при помощи призм наиболее чувствительных и тонких. есть только один мастер, способный придать призмам подобную тонкость и чувствительность. Это культура, цивилизация с ее главным инструментом, языком. Оценка действительности, производимая сквозь такую призму, приобретение, которое есть общая цель для всех представителей человеческого рода, стало быть наиболее точна, возможно, даже наиболее справедлива. В опле нечестно, элитаризм, коими вышесказанное может быть встречено и прежде всего в наших университетах не следует принимать во внимание, ибо культура элитарна по определению и применению демократических принципов к сфере познания чревата знаком равенства между мудростью и невежеством. Не исключительность масштабов ее горя, а именно обладание тонкой призмой, полученной от лучшей русской поэзии 20 века, вот что делает суждение Надежды Яковлевны Мандельштам относительно увиденной его действительности неоспоримы. Это гнусная ложь, что великому искусству необходимо страдание. страдание ослепляет, оглушает, разрушает, зачастую убивает. Осип Мандельштам был великим поэтом уже до революции, так же, как и Анна Ахматова, так же, как Марина Цветаева. Они бы стали тем, чем они стали, даже если бы Россия не пережила известных исторических событий текущего столетия, ибо они были одарены талант в принципе в истории не нуждается. Стала бы надежда Яковлена Мандельштам тем, чем она стала, не произойдя революции и все остальное. Возможно, нет, так как она встретилась со своим будущим мужем в 1919 году. Вопрос, однако, сам по себе некорректен. Он заводит вас в туманные области теории вероятности исторического детерминизма. В конце концов, она стала тем, чем она стала, не благодаря тому, что произошло в России в текущем столетии, а скорее вопреки тому. Указующий перст казуиста непременно ткнет в то, что с точки зрения исторического детерминизма в кавычках вопреки синонимично в кавычках потому что. Ну и бог с ними тогда, с историческим детерминизмом, ежели он проявляет такое беспокойство по поводу значения обыкновенного человеческого в кавычках вопреки. Все это, впрочем, не без причин. Коль скоро слабая 60-летняя женщина оказывается способной замедлить, если не предотвратить в конечном счете культурный распад нации, ее воспоминания суть нечто большее, чем свидетельство о ее эпохе. Это взгляд на историю в свете совести и культуры. История в этом свете съеживается, а индивидуализм осознает свой выбор между поисками источника света и совершением антропологического преступления против самого себя. В ее задачу совсем не входило сыграть такую роль, ни тем более не стремилась она свести счеты системы. Для нее это было частным делом, делом ее характера, ее личности, того, что сформировала ее личность. А личность ее была сформирована культурой и лучшим, что культура произвела, стихами ее мужа. Это их стихи, а не память о муже она спасала. Их, а не его вдовой была она в течение 42 лет. Конечно, она его любила, но ведь и любовь сама по себе есть самая элитарная из страстей. Только в контексте культуры она приобретает объемность и перспективу, ибо требует больше места в сознании, чем в постели, взятая вне этого контекста. Любовь сводится к обыкновенному трению, комментарии, намек на известную грубоватую шутку одного из друзей Мандельштама. Цитата. Она думает, что талант передается посредством трения. Конец цитаты и конец комментария. Она была вдовой культуры и, думаю, что к концу своей жизни любила своего мужа больше, чем в начале брака. Вот, наверное, почему эти книги так врезаются в сознание читателей. И еще, вероятно, потому, что отношения современного мира с цивилизацией также могут быть охарактеризованы как вдовство. Если ей и не доставало чего-то, то это терпимость. В этом отношении она была совсем не похожа на своих двух поэтов, но при них было их искусство, а само качество их достижений приносило им достаточного удовлетворения, чтобы быть или казаться смиренными. Она была чрезвычайно предвзятой, категоричной, придирчивой, непримиримой, нетерпимой, нередко ее идеи были недоработанными, основывались на слухах. Короче говоря, характера у нее хватало, что и неудивительно, если принять внимание, с какими фигурами она сводила счеты в реальной жизни, позднее воображения. В конце концов, ее нетерпимость оттолкнула многих. Что воспринималось ею как норма, поскольку она устала, от поклонения, от восторгов людей вроде Роберта Макнамара или Вилли Фишера, подлинное имя полковника Рудольфа Абеля. Единственное, чего она хотела, это умереть в своей постели. В некотором роде даже хотелось умереть, потому что, цитата, там опять буду с Осипом. «Нет, как-то сказала Енает Ахматова, на этот раз с ним буду я». Ее желание исполнилось, она умерла в своей постели. Не так уж мало для русского человека ее поколения. Несомненно, кто-то будет причитать, что Анаде не поняла свою эпоху, отстала от поезда, учащегося в будущем. Что ж, как все русские ее поколения, она слишком хорошо знала, что мчащиеся в будущее поезда останавливаются в концлагерях или у газовых камер. Ей повезло, как, впрочем, и нам повезло узнать о станции его назначения. В последний раз видел ее 30 мая 1972 года в кухне московской квартиры. Было под вечер, она сидела и курила в глубокой тени, отбрасываемой на стену буфетом. Тень была так глубока, что можно было различить в ней только тление сигареты и два светящихся глаза. Остальное крошечное усохшее тело под шаре. Руки, овал пепельного лица, седые пепельные волосы, все было поглощено тьмой. Она выглядела как остаток большого огня, как тлеющий уголек, который обожжет, если дотронешься. Конец текст. Продолжение следует...